всем доброго времени суток вы на канале вязание не только меня зовут алена и сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по вот этой воздушной нежной очень красивой шале конечно же сейчас не получится всю показать ее в камеру поэтому вы сейчас увидите фотографии моей работы кому нужна только схема этого изделия сейчас вы увидите фотографию схемы ну а всех остальных кому нужно мой мастер-класс мои объяснения а также как всегда я буду вязать для вас образец пожалуйста оставайтесь со мной и давайте приступим ну а чтобы лучше было видно в камеру именно узор я сейчас вот буквально одну часть шали вот так постараюсь положить на черный фон вот это уголок шали вот теперь видно да узор естественно по ходу мастер-класса я буду вязать отдельно образец и буду обязательно вам все показывать немножечко развернула так образец чтобы вам было видно и понятно хочу сразу сказать что шаль мы начинаем вязать вот с этого места набор у нас получается 7 петель то есть смотрите вот эта шаль которую вы видели на фотографии вот ее размеры то есть здесь от угла высота шали у меня ровно один метр это уже после стирки и от одного конца то другого у меня метр семьдесят длина вязала я из махеровой пряжи вот посмотрите пожалуйста здесь все написано вот 25 грамм приблизительно сто пятьдесят пять метров длина у меня ушло два матка этой пряжи состав этой пряжи 54 процента махер и 46 полиамид вот все рекомендации вот стоит цвет этой пряжи и вот еще раз показываю фирма так значит вязала я на спицах номер три с половиной это вот такие это вот такие деревянные у меня спицы от фирмы нет про вязала вот я на этих спицах и на вот такой длинной лески вязать было удобно пряжа не соскальзывала с этих деревянных спиц и я осталась довольна ну вот как я и сказала вам что начало вязания 7 петель расход у меня в моем случае два матка раппорт узора номер один и номер два 10 вот начало шали вот такой узор и он все время расширяется у вас все время добавляются вот эти вот раппорты то есть каждый последующий у вас раппорт в шале увеличивается ровно на один то есть один раппорт следующий уже два идет следующий уже три следующие будет четыре и так далее в моем случае получилось там где я закончила шаль у меня получилось 14 раппортов то есть от одной стороны до другой вот таких вот вот таких ажурных ромбов у меня получилось ровно 14 и почему я сказала схема номер один и номер два потому что вот сначала идет один узор и после того как я уже связала до количества раппортов 14 потом уже вязание заканчивается вот так видите вот здесь вверху вот так заканчивается уже после этого узора вот так здесь заканчивается вязание поэтому на схеме вот обозначен раппорт узора номер один раппорт узора номер два эти два раппорта это 10 петель то есть вы начинаете вязать начало вязание у вас вот с краю вы начинаете с краю вязать и потом вы продолжаете до начала раппорта потом на протяжении всей шали вы повторяете этот раппорт такое количество раз которое вам нужно в том или ином ряду и заканчиваете ваше вязание уже вот здесь очень легко почему потому что любой раппорт вот я начинала с угла естественно начинается одинаково а потом вы просто уже вяжите на протяжении всего ряда столько сколько вам нужно этих раппортов то есть всегда третий ряд у вас краю 1 петля 5 ряд 1 потом здесь в девятом ряду 3 и в одиннадцатом уже 5 переходите вы закончили вы один раппорт вяжите 2 то же самое у вас получается следующий то же самое с краю у вас получается то есть вязать легко я вот в принципе вязала эту шаль и я даже и не запуталась хотя на самом деле я когда посмотрела думаю ну можно вообще-то и запутаться но нет связала нормально я справилась и я уверена что вы справитесь также теперь давайте разберем поближе схему ну как вы видите здесь ничего сложного нет как в любой другой схеме пустая клетка это одна лицевая а вот такой значок это один накид вот как вы видите здесь идет расширение сначала ажурного ромба а потом сужение в середине вот такой значок означает три вместе с этой стороны мы вяжем две вместе с наклоном вправо вот вы видите у нас узор уходит вправо значит мы здесь две вместе провязываем с наклоном вправо так же как и здесь а вот эти две вместе мы провязываем с наклоном влево то есть нормально при вязание это вот здесь и вот здесь далее по второму вот узору вверху то же самое здесь две вместе здесь две вместе вот этому узору а здесь две вместе а вот в этом месте провязываются всегда три вместе лицевыми и точно так же вот здесь где этот узор вы начинаете с краю вы начинаете с краю ваше вязание провязываете вот до начала раппорта потом на протяжении всей шали вы вяжете от этой петли заканчивая это и снова начинаете в этом месте заканчиваете здесь начинаете в этом месте заканчиваете здесь и так вяжите столько сколько вам по длине нужно и вот так заканчивается здесь ваше вязание то есть вот эти два раппорта в вязании они на протяжении всей шали всегда середине повторяются до того момента когда вы подходите уже концу вязания и так давайте начнем как я уже сказала вязание начинается с 7 петель я на спице набрала 7 петель и первый ряд вы видите да мы сначала делаем одну кромочную 1 накид 5 лицевых накид кромочная и так давайте приступим я взяла вот такую клейкую ленту я буду ей отделять ряды чтобы не запутаться мне так будет легче и пожалуйста я хочу провязать с вами один раппорт второй раппорт 3 я уже провязывать не буду потому что как вы видите здесь повторение и я уже сказала что с краю вы все время начинаете вязание одинаково я провяжу 1 раппорт 2 раппорт и потом провяжу вот здесь кайму вот окончание вязания в шале я думаю что все будет очень понятно также хочу сказать что для кого я вяжу быстро или вам нужно смотреть помедленнее допустим для начинающих девочек мастериц я предлагаю вам отрегулировать скорость видео вы можете это сделать в правом нижнем углу видео есть значок колесика вы нажимаете на него и там вам высвечивается скорость стандартная скорость это та на которой вы сейчас смотрите это видео также вы можете отрегулировать скорость то есть можете его замедлить или ускорить и так я набрала на спицу ровно 7 петель вяжу я из простой пряжи это у меня какие-то остатки я даже не помню что буду вязать специально на крупных спицах чтобы вам хорошо было видно и так сейчас первый лицевой ряд все изнаночные ряды вы вяжете без изменений то есть вы в изнаночном ряду лицевую провязываете лицевой изнаночную изнаночной накиды вы также провязываете изнаночной петлей первый лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 5 лицевых 1 накид и в конце кромочная теперь вы провязываете изнаночный ряд по узору и мы встречаемся в третьем лицевом ряду 3 лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 1 лицевая далее 2 лицевые с наклоном вправо я разворачиваю петельки снова надеваю их на левую спицу делаю захват за вторую петлю вот таким образом и провязываю 2 вместе лицевыми 1 накид 1 лицевая накид 2 вместе с наклоном влево я провязываю 2 петельки нормально далее 1 лицевая 1 накид и кромочная петля это был третий лицевой ряд мы встречаемся с вами в пятом ряду пятый лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо точно также разворачиваю петельки захват делаю за вторую петельку провязываю лицевой 1 накид 3 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном влево провязываю их нормально 1 лицевая накид и кромочная петля это был пятый лицевой ряд 7 лицевой ряд 1 кромочная накид 1 лицевая 2 вместе с наклоном влево 1 накид лицевая накид 3 вместе лицевой накид 1 лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая накид и кромочная это был 7 лицевой ряд это был 7 лицевой ряд 9 лицевой ряд 1 кромочная накид 3 лицевые 2 вместе с наклоном влево накид 3 лицевые накид 2 вместе с наклоном вправо я разворачиваю петельки снова захват за вторую петлю и провязываю обе лицевой вот так далее 3 лицевые накид и кромочная это был 9 лицевой мы продолжаем наше вязание и сейчас 11 лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 5 лицевых 2 вместе с наклоном влево 1 накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 5 лицевых накид и кромочная это был 11 лицевой ряд мы закончили с вами вот один раппорт этого узора и сейчас мы начнем вязать уже в высоту 2 раппорт 13 ряд 1 кромочная накид лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая снова накид 2 вместе с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе с наклоном влево 1 лицевая накид и кромочная мы провязали с вами 13 ряд и как вы заметили уже уже я повторила один раппорт два раза и между ними было 5 петель то есть мы повторили то же самое что мы уже с вами провязали только повторили уже вот в этом месте два раза теперь будет 15 лицевой ряд 15 лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 лицевые с наклоном влево 3 лицевые 2 лицевые с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 лицевые с наклоном влево лицевая накид и кромочная это был 15 лицевой 17 лицевой ряд 1 кромочная 1 накид 1 лицевая 2 вместе с наклоном влево накид 1 лицевая 1 накид и 3 вместе накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая 2 вместе с наклоном влево накид лицевая накид 3 вместе накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 1 лицевая накид и кромочная это был 17 лицевой ряд 19 лицевой ряд 1 кромочная накид 3 лицевые 2 вместе с наклоном влево 1 накид 3 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном вправо 1 накид 2 вместе с наклоном влево накид 3 лицевые 1 накид 2 вместе с наклоном вправо 3 лицевые накид и кромочная и вот сейчас уже заметно посмотрите пожалуйста хочу обратить ваше внимание то есть вот когда вы начинаете расширять шаль вот она сейчас у нас расширилась да и мы закончили рапорт вот одного узора то после у нас здесь всегда вот эта центральная петелька остается а узор продолжается с одной стороны и с другой стороны это всегда легко вот видеть правильно ли вяжете вы или нет чем больше будет увеличиваться ваша шаль тем вот вы можете для себя таким образом контролировать ваше вязание вы будете видеть по конечному рапорту вот эти вот вот эта петля она всегда остается центральной а узор начинается и заканчивается вот сбоку от этой петли то есть где-то бывает машинально запутались до забыли накид сделать или что-то еще и у вас сразу вы можете увидеть это у вас сразу собьется вот в этом месте узор когда мы провяжем сейчас с вами уже и второй раппорт полностью и вы приступите к третьему рапорту у вас также будет начнется у вас продолжение расширения шали вот в этом месте и вот эти три вот это вот петелька середина она всегда у вас будет 10 и без изменений а следующий раппорт будет с этой стороны и с этой стороны то есть вот точно так же как здесь и так будет на протяжении всей шали и очень легко так можно будет вот смотреть и видеть всегда все вы правильно провязали или у вас где-то была ошибка и где-то был сбой 21 лицевой ряд 1 кромочная накид 5 лицевых 2 вместе с наклоном влево 1 накид лицевая накид 2 вместе с наклоном вправо 5 лицевых 2 вместе с наклоном вправо 5 лицевых накид и кромочная это был 21 лицевой ряд и я закончила вот высоту еще один раппорт этого узора теперь я провязала вот высоту 2 раппорта смотрите вы приступаете дальше к вязанию и что же получается получается что вы снова начинаете повторять то же самое то есть я сейчас закончила вот здесь я провязала один высоту и провязала вторую высоту вы начинаете свое вязание дальше вы начинаете с краю точно так же как в этих вот обоих предыдущих раппортах все то же самое с краю начинается все то же самое единственно вас расширение по середине и у вас добавляется еще один раппорт но как я уже вам и сказала здесь по схеме очень легко ориентироваться и самое главное вы видите вот эта серединная петелька про которую я говорила она теперь будет между у вас вот этими двумя рапортами один раз и вот здесь второй раз также будет всегда увеличиваться ваше вязание вот после этого рапорта высоту вы начнете вязать следующий и у вас точно также будет вот узор будет один здесь то есть будет с краю 1 здесь один еще один и еще один то есть у вас будет уже не 3 а будет 1 2 3 4 то есть у вас еще на один рапорт увеличится и точно также вы будете видеть вот серединная петелька будет здесь будет рапорт здесь рапорт здесь будет серединная петелька за счет этого вот вы можете так смотреть чтобы не сбиться в своем вязании я далее продолжать вязание не буду так как это идет просто повторение на увеличение и расширение шали. Я думаю, что вы с этим справитесь. Я сейчас провяжу с вами вот эту кайму от начала до конца. То есть это у вас будет уже конечный узор, когда уже готова будет ваша шаль и вы дойдете до той величины шали, которая вам нужна была, которую вы запланировали. Так, начало ряда. Кромочная. Один накид, одна лицевая, две вместе с наклоном накид, лицевая, две вместе с наклоном накид, лицевая, один накид, три вместе лицевых, накид, лицевая, накид, две вместе с наклоном вправо, одна лицевая, две вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, три вместе с наклоном вправо. И вот обратите ваше внимание, я сейчас подхожу к концу, то есть вот тут у меня уже остались конечные петельки. Я сейчас провязала вот это место. то есть я провязала сейчас вот видите, три вместе, две вместе я провязала сейчас наклоном вправо, теперь я вот в этом месте, вот я в конце вот здесь, то есть я провязываю одну лицевую, накид, две вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид и кромочная, то есть сколько бы вы не вязали вот это все на протяжении вашей шали, в конце, после того, как вы сделаете последний раз три вместе, и у вас уже вы видите, что вы подходите к концу, вы не начинаете вязать снова вот в этом месте, то есть этот раппорт, вы вяжете уже вот в этом месте, именно где конец шали, вот это очень важно, не забывайте это, обратите на это ваше внимание, потому что, ну, у вас по-другому и не получится, если вы начнете вязать следующий раппорт, следующий раппорт, то у вас здесь может получиться сбой, потому что вы должны здесь два раза провязать две вместе, и потом уже ваше вязание заканчивается, второй ряд, или вот здесь по схеме 35 ряд, вообще вы, наверное, заметили, да, что все ряды, именно вот эти раппорты, они повторяются, здесь нет никаких изменений, самое важное, это у вас начало вязания в этом месте, и окончание вашего вязания, вот это важно, а вот здесь, как вы видите, все время повторяется ряд отряда, все время повторяется без изменений, итак, мы сейчас в 35 ряду, и получается 1 кромочная, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 1 накид, 3 вместе, снова накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, 1 накид, 3 вместе лицевой, 1 накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 лицевая, и вот сейчас мы подходим к концу, и у нас получается снова накид, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, и кромочная, следующий ряд, мы начинаем наше вязание, снова кромочная, накид, и 3 лицевые, уже, да, была 1, потом 2, теперь уже с краю у нас 3 лицевые, далее, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, снова лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, и вот сейчас мы опять находимся в конце вязания. Мы делаем снова накид, 2 вместе снова с наклоном вправо, получается в конце 3 лицевые, 1 накид и кромочная. Следующий ряд, здесь обратите внимание, вот с краю начинается немножечко иначе, я вот сейчас буду вязать вот 39 ряд и здесь с краю немножечко иначе, и получается, что 1 кромочная, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 1 накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, мы в конце вязания, значит я делаю снова накид, снова 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид и кромочная. Это был предпоследний ряд уже вот здесь в окончании вязания, сейчас я провяжу последний ряд и вязание на этом уже будет закончено. Итак, последний сорок первый ряд вот здесь в схеме этого узора. 1 кромочная, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, 1 накид, 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой, накид, лицевая, 1 накид, 2 вместе с наклоном вправо, и я подхожу снова к концу вязания, и получается лицевая, и снова накид, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и кромочная, на этом мы закончили наше вязание, вот что у меня получилось, как смогла, конечно, это же не постирано ничего, я слегка просто пыталась паром, паровыми ударами утюга вот отпарить, но тоже не совсем хорошо получилось, поэтому я вот так вот иглами закрепила, чтобы вам приблизительно было видно вообще, как это все получается, как вы уже заметили, и я уже сказала в предыдущих своих объяснениях, что идет всегда расширение вашей шали, вот это кайма, вот обратите внимание, да, когда вы закрываете шаль, конечно же, не должна быть стянута у вас кромочная линия, то есть вы должны следить за этим и сделать это максимально так, чтобы было не слишком свободно, но и не слишком стянуто, чтобы вот именно вот здесь по кромке узор вот так вот не стягивался, я просто сейчас на скорую руку все это сделала, я уже сильно за этим не следила, вы, конечно, должны на это обратить внимание, после того, как вы свяжете полностью шаль, ее, естественно, нужно постирать, и потом вы должны ее полностью по всей шали, по всему периметру заблокировать ее иглами, или есть, или у вас специальная есть такая форма для шали, которая крепится, вы можете это сделать, у меня такой формы нет, поэтому я, постирав свою вот эту шаль, просто разложила ее на покрывало и заблокировала вот так вот иглами, как вот я сделала это здесь, точно так же я делала и на этой шале полностью по краям, я ее вот, ну, натягивала и закрепляла иглами, и у меня получилось, так, одну минутку я вот так сделаю, и у меня получилось то же самое, что и на образце, вот здесь, как вы видите, вот этот узор, вот эта кайма, вот она, вот она здесь идет, вы видите, и получается, что из одного рапорта у нас всегда идет здесь центральные три вместе, а из соседнего рапорта просто всегда здесь три петли, вот такая более широкая дорожка, снова идут накиды, вот три вместе, потом у вас идет дорожка из трех петель, опять, вот здесь накиды, в середине три вместе, а из предыдущего рапорта вот такие три петли, и здесь, конечно, тоже на этом образце, и здесь, конечно, на этом образце это тоже видно, вот вы видите, из двух рапортов идут вот эти центральные три вместе, всегда мы их провязывали три вместе, а из предыдущего рапорта вот такие три петли, то есть, если бы здесь у меня еще больше было провязано, то точно так же было бы вот в этом месте, в следующих рапортах, вот такие три центральные петли, вот приблизительно так получается, такая вот мини-шаль у меня связалась у меня получилось я надеюсь что вам все было понятно схема очень хорошая изображение на самой схеме тоже очень хорошая разобраться не сложно здесь здесь все очень хорошо видно все значки максимально вот вы видите четко видно и поэтому я просто уверена что вы справитесь с этим и свяжите кто возможно не так легко ориентируется в схеме тогда вяжите просто вместе со мной то что я вам показала и всегда следующий ваш рапорт начинайте с краю точно так же как предыдущий ну вот в принципе и все я все вам показала я все вам рассказала если какие-то вопросы у вас пожалуйста задавайте на этом я свой мастер-класс хочу закончить желаю вам конечно же отличного дня прекрасного настроения вдохновения легких петелек и до новых встреч